МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Обычно я начинаю свое интервью со слов у нас в гостях. Но в этот раз в гости напросились мы сами. Нас у себя принимает на дача выдающаяся российская пианистка и педагог, народный артист России Вера Горностаева. Вера Васильевна, спасибо, что вы согласились нас в себя принять. Спасибо, что приехали. Вот вы знаете, в такой обстановке, такой вот итальянской виллы, ваша дача просто замечательная, совершенно прекрасная, совершенно дома, деревья. Хочется говорить о вечном. Так что давайте поговорим сразу о вечном. Вот в одной из ваших передач, открытый рояль, вы сказали, что есть две вечные вещи – это детство и музыка. Так что давайте начнем с вашего детства. Расскажите нам, как вы пришли к музыке? Ну, я вообще совсем даже не собирался стать пианисткой и учиться музыке. Это все произошло совершенно случайно. Ну, где-то в районе шести лет мама попыталась проверить мой слух. А знаете, как-то проверяли слух. Детка спой вот эту мелодию, а у меня всю жизнь и до сих пор способности что-либо спеть не наблюдается. Поэтому я пела совсем не то. Мама решила, что вдруг она ошибается, повела меня к Евгению Сламону Никонторовичу, очень хорошему педагогу, ее подружке. Женя, тетя Женя, стал проверять меня слух таким же образом. Детка спой такую мелодию. Опять детка поет совсем не то. Она сказала, Лена, маму звали Лена Львовна. Лена, не мучай ребенка. Ну, нет, у нее слуха, и все. Мама осталась от меня, я вздохнула, думаю, очень хорошо. Нет, мне нравились мамин ученики, но произошел некий случай. Мама пришла с работы, она была педагогом музыкальной школы. Значительно раньше, чем ожидалось. Зашла, открыла дверь. И из коридора слышит, кто-то играет на рояле. Она совершенно недоумевала. Подошла к двери, в щелочку увидела, что ее ребенок играет на рояле. Ну, это, конечно, лучше показать. Но я скажу, что тогда по радио очень часто передавали фильм «Петер» немецкий. И там был танго. Та-ра-ра-там, па-пум, пум, пум. С левой рукой я это сидела, подбирала. Причем подобрала совсем точно. Пить я не могла, а оказалось, что подбирать на рояле могу. Мама, конечно, обнаружив, это была изумлена, потому что она поняла, что слух проверять надо было не так. Она зашла. Я, конечно, сполошилась. Мама сказала, ну-ка, ну-ка еще сыграй. Я, значит, повторила свое танго. Ну, мама-то была профессиональная музыка, она консерваторию кончала. Ну, и так меня начали учить музыки. Ну, получилось, что такая случайность, которая привела вас к музыке. А вот вообще вы верите в случайность? Вот вдруг у этого случая не было? Нет, я не верю в случайность. Я думаю, что такие вещи, они предназначены, конечно. Ну, конечно, случайность имеет место, но, однако, через случайность она, как бы, по Гегелю проявляется необходимость. Ну, он, правда, не так сказал. Он сказал, что свобода есть осознанная необходимость. Это просто высказывание философское. Но случайность тоже, она часто бывает в каком-то смысле предначертана. Она тоже необходимость. Ну, необходимость там, скажем, судьбы. Так вот сложилась она. Ну, не случайно, конечно. То есть к музыке вы все равно так бы или иначе пришли? Да. Но я до сих пор думаю, что если бы я не пришла к музыке, я бы пришла к тому, что меня очень, конечно, всю жизнь привлекала. Это словесность русская, конечно, поскольку я на этом языке говорила с детства. Словесность – это… Я до сих пор не могу сказать, что для меня важнее, звук или слово. Слово крайне важно. Ну, и то, и то. Это как бы разные способы выразить вот то, что человек чувствует в душе и хочет передать другим людям. Или, может быть, и то, и другое является каким-то методом, может быть, общения. Вы сами в одном из своих интервью говорили, что вот вы просто поняли, что вы не можете не играть. То есть когда есть человеку что сказать, он не может молчать. Ну, это более поздняя уже субстанция – не можете не играть. В семь лет я могла не играть совершенно спокойно. А подбирала, потому что, видимо, все-таки хотела подобрать мелодию. Я говорю, да, вы правы, что-то в этом было. Меня тянуло все-таки к инструменту. Именно когда мамы не было. Значит, это было не с мамой связано, а с каким-то внутренним зовом. Ну, вот ваша первая учительница Екатерина… Екатерина Клавдзиевна Николаева. Да, Николаева, и вот вы, говоря о ней, так с теплотой, с такой благодарностью, вы сказали, вот на этом человеке становится понятна такая фраза «масштаб личности». А что вообще такое масштаб личности? Трудный какой вопрос. Подождите, надо еще сообразить. Очень многое, конечно. Масштаб личности включает в себя, я думаю, и ум, и тяготение к духовному началу, конечно, и воля. Очень многое. Масштаб личности, ну, это выражает, конечно, человека. Масштаб человека в данном случае. Ну, так вот просто не ответишь. Видите, как я запуталась все-таки. Но масштаб личности, я понимаю, что это, а вот объяснить трудно. Ну, это некое вот, когда, ну, можно говорить об ординарном и экстраординарном. Да, правильно. Масштаб подразумевает, что это вот нечто экстраординарное. Думаю, да. И вот с такими экстраординарными личностями у вас просто вся жизнь связана с огромным количеством таких экстраординарных личностей. Да, да, да. Ну, мои учителя, безусловно. И люди, с которыми я была знакома достаточно близко, и о которых я вспоминаю до сих пор с большим восхищением, которые дарили меня своей дружбой и благосклонностью. Имена которых сегодня знает, конечно, весь мир. Вот какие вам вот сейчас такие вот ближе всего из этих имен? Эмиль Гиллис, Святослав Рихтер, Генрих Нигаусс. Это люди, которые просто прошли через мою жизнь. Генрих Нигаусс как мой учитель, а вот Рихтер и Гиллис тоже, опять скажете, случайность. Да не совсем. Ну, как вот Гиллис возник в моей биографии. Я начала работать в консерватории. Ну, во-первых, он меня слушал студенткой не раз, он же был профессором в консерватории. А во-вторых, когда я начала работать в консерватории, и мои первые студенты играли на каком-то зачете. Эмиль был на этом зачете, он сидел тоже на балконе малого зала, как все обычно в таких случаях. И потом он сказал, именно обыгравших моих студентов, очень, я бы сказала, высокую оценку дал их игре, следовательно, моему педагогическому труду. Их играло человек пять, и он специально о них говорил. А потом, когда закончился зачет, он вышел следом за мной, догнал меня и сказал, «Вера, я вас поздравляю, вы будете прекрасным педагогом». У меня сразу к вам просьба. Не согласились бы вы учить мою дочь? Ей 12 лет, она в Центральной музыкальной школе. Я перепугалась, потому что учить дочь Гиллису, ну, сами понимаете, это все-таки такая ответственность огромная. Я сказала ему робко, я сказала, «Мир Григорьевич, ну, я не работаю в СМШ». Он засмеялся, я сказал, «Ну, если это единственный аргумент, то считайте, что вы там работаете, я сейчас туда позвоню». Вот так это произошло. Ну, а потом уже, когда я начала действительно с Леночкой работать, он приходил на мои уроки, следил, его очень интересовало то, что я делаю. Ну, может быть, он проверял свою первую оценку, свой первый диагноз обо мне, как о педагоге. Ну, и поэтому, пока я 9 лет учила Лену, конечно, я бывала постоянно у него в гостях, дарил меня своей дружбой. Я была хитрая, я сообразила, что надо Леночке задавать, например, ну, Рапсодина на тему Паганини для рояля с оркестром, я была в роли оркестра. Концерт Чайковского, но это уже позже, конечно. Третий концерт Бетхоин, я помню, я с ней проходила, и понимала, что когда я привожу ее к Эмиле Григорьевичу, я рано или поздно говорила, «Эмиле Григорьевич, мы должны вам поиграть». Но приходила и довольно быстро Эмиль отодевал Ленку и начинал какие-то свои замечания делать, садился на ее место, играл, а я ему аккомпанировала. Это было счастье, потому что я, аккомпанируя Эмиле Григорьевичу, столько поняла, вот у него была репутация, что он не любит преподавать. Но он действительно в консерватории не очень часто появлялся, как педагог. Но когда он садился за рояль, играл со мной концерт Чайковского, можете себе представить, как для меня это было важно, интересно. И он становился педагогом, потому что он, уча Лену, естественно, меня тоже учил. То есть, когда он играл сам, он комментировал свою игру подробнейшим образом. Это было очень для меня важной школой. И теперь, когда у меня брали интервью на радио «Орфей», по случаю, не помню чего, о дне рождения Гиллериса или чего-то в этом роде, и вот спросили меня о том, каким он был педагогом. Я сказала, вот он был замечательным педагогом, просто об этом не все знали, а мне посчастливилось знать. Педагогика – это такое совершенно безграничное такое поле для исследований, для какого-то понимания вообще. Сложное очень. Да, вызывает восхищение вот эта профессия у меня, потому что вот взрастить кого-либо – это очень трудно, тем более взрастить артиста. Вот вы как-то процитировали, значит, что артистами не делают учителя артистов, они как бы создают им условия для того, чтобы они сами расцвели и нашли себя. Ну да, это НСКУ сказал. Я только помог ему найти себя, о ком-то из великих своих учеников, он сказал. Ну вот это самая правильная точка зрения. Но нельзя научить, во-первых, того, кто не одарен от Бога. Нельзя научить того, кто не умеет учиться. Вот это часто забывают, что есть две способности. Одна способность учить – это педагог и талант педагог, а вторая способность – учиться. И не надо об этом забывать. Это вторая способность очень важная. Иногда бывает так, что от природы одарен, а вот такой схватчивости, что ли, желание схватить, перенять, понять, вот этого умения учиться, вот не хватает. И я, когда с этим сталкиваюсь, не так часто. Ученики у меня, мне повезло. Они очень часто, чаще стремятся учиться, и мне не так трудно бывает их учить. Но бывают случаи, когда человек не очень умеет учиться. И бывают такие случаи, когда я даже расстаюсь с учеником, потому что я чувствую, что этого таланта учиться, но вот нет. А если нет, бывает очень трудно привлечь к этому человека, если в нем нет природной склонности учиться. Это очень важно, потому что даже вот такого, я бы сказала, гениального учителя, каким был Нигаусс, ему хотелось подражать. Невозможно было. Я помню моменты, когда я приходила в класс, мне всегда хотелось ему играть. Но я прекрасно помню, как многие боялись ему играть. И вот эта боязнь, она была мне не сильно понятна. Потому что, как бы он ни сердился, он настолько был педагог, что он никогда, скажем, не оскорблял, не обижал. И после его уроков ты никогда не уходил, потеряв веру в себя. Вот это очень важно. И, кстати, качество педагога крайне важное. Если твой ученик уходит, не желая продолжать заниматься по намеченному пути, значит, ты плохой педагог. Или он не умеет учиться. Вот что-то одно из двух этих умений отсутствует. То есть такие оба ингредиенты, которые очень важны. То есть, например, даже самый талантливый педагог может не смочь научить, если человек не готов и не обладает способностью, желанием учиться. Вот я рассталась в этом году с мальчиком, которого четыре года учила в колледже. И сказала ему, даже после того, как он получил звание лауреата, но не в этом дело. Я ему сказала, что, ты знаешь, ищи в консерватории кого-то другого. Он был потрясен. Да, он совершенно был потрясенный. Даже обижен на меня. Но я сказала, ты знаешь, может быть, кто-то другой вызовет у тебя все-таки желание учиться. Может быть, вам ничего-то не хватает для тебя. Найди себе профессора в консерватории, выбери его. Нашел. Позвонил мне. Опять просился, чтобы я его взяла. Он сказал, что вот я нашел. Ну, прекрасного профессора нашел, но он сказал, только если вы согласитесь, Вера Васильевна. Я говорю, да, да, конечно, я соглашусь. Он меня позвонил, Вера, а почему ты отказываешься от такого одаренного мальчика? Я говорю, ну, ты понимаешь, у него нет таланта учиться. А думаешь, со мной будет? Я говорю, да. Второй раз он эту ошибку не сделает. Он не захочет второй раз потерять педагога. И он его взял. Мальчик поступил в консерваторию, он был хорошо обучен и играл хорошо. И я надеюсь, что у него будет дальше все в порядке. Вот вы сейчас возглавляете кафедру специального фортепиано в московской консерватории. Вы там провели всю свою жизнь. Ну, я не была там на кафедре специального фортепиано, всю свою жизнь. Я в консерватории была, как и моя мама, как и моя дочь, и как мой внук, четыре поколения. Да, связанные с консерваторией. Ну, вот вы с этим вот, ну, институтом, вот с этим вот, с этим вот, можно сказать, домом этим культурным, московским, у вас связана вся жизнь. Вот какие у вас чувства вызывает консерватория сейчас? Ну, видите ли, я люблю красивую архитектуру. Во-первых, когда ты подходишь к консерватории, вы там были? Да. Так вот, когда ты подходишь к консерватории, ты радуешься, что это одно из самых красивых зданий Москвы. Это памятник архитектуры 19-го столетия, который вызывает восхищение по сей день. Во-первых, овал, овал большого зала, овал консерваторского двора, овал вот этой вот вокруг Чайковского ограды, памятник Чайковскому, который сидит и как бы мысленно музыцирует и слышит музыку сам. Большой зал. Красота большого зала ни с чем не сравнима. Его акустика лучшая в мире. Когда ты стоишь на сцене большого зала, играя там концерт, скажем, то ты видишь перед тобой вот этот овал. Красота невероятная. Овальные портреты, которые висят там с двух сторон. Овальный первый амфитеатр, овальный второй амфитеатр. Вот этот овал сцены. Ну, как вот так построить? Это Сафонов, конечно, гениальный ректор Василий Ильич Сафонов, который был не только великим музыкантом, педагогом, но он еще и был прорабом. Он нашел архитектора, который создал эту красоту, не отходя от него ни на шаг, и создал вот все. Не только я сейчас говорила о большом зале. Учебный корпус напротив. Белый зал, Малый зал, Рахмайновский зал. У консерватории московской четыре зала. Попробуйте найти подобное в мире. Я была не один раз в Америке, и, конечно, я приходила посмотреть на Джулерску. Ну, это же черемушки. Прошу прощения, рядом. Там нет вообще архитектуры в этом помещении. То есть, архитектура важна. Это как бы эстетическая среда, в которой вырастают художники. Вы помните, что вы сказали про Сафонова, который был как прорабом, как Бельховен, который тоже участвовал в создании инструмента. Не только играл на нем, но и участвовал в его развитии. Убивался объекты фабриканту роялей, и без него рояль бы так не развился, как по его посредине. Конечно, как Рахманинов со Стэнвейм. Такая же история. Потому что, если бы не было Рахманинов в Америке, то не было бы фирмы Стэнвей, которая стала сегодня лучшей, пока Ямаха догоняет, но никак никогда не догонит, наверное. Но я работала 20 лет в Токио, поэтому я видела Сантрихол. Это лучший зал Токио. Я была во всех концертных залах Японии. Ничего подобного не может сравниться с большим залом концерратора. По красоте. По красоте и по акустике тоже. Потому что редкостные ценности акустика. Когда сейчас делали ремонт, не дали делать ремонт ни Лужкову, никому. Консерватория сама делала ремонт. Наш лектор, наш проректор по хозяйственной части. И поэтому ремонт сделали по-настоящему. И когда на ученом совете говорили о предстоящем ремонте, я сказала, у нас прекрасный прораб, Розенов такой. И я на ученом совете сказала, вот, Сергей Георгиевич, вы будете делать ремонт, понимаете, чисто какие-то хозяйственные вещи, там какой-то фундамент, еще что-то не клеилось, не помню. Я говорю, ну не забудьте, самое главное для нас это акустика большого зала. Он говорит, Вер Васильев, я об этом помню. Мы пригласили лучших инженеров по акустике из Германии. Они будут следить за тем, чтобы ничего не испортить. Я говорю, потому что поправить уже нельзя будет. Это уникальная акустика. Вот это все вместе составляет комплекс большого зала. И всех, кто был в этих залах. Там вообще вся энергетика играющих по коллегам. Как когда-то мне сказал батюшка, я исповедовалась и сказала, что считаю себя достаточно греховной и удивляюсь, что Бог меня не наказал. Он так послушал меня, послушал, говорит, «Ну, знаете, есть возлюбленные чадо». Я говорю, что это? «У вас есть дети?» Я говорю, ну, дочка есть, да. «Как вы к ней относитесь? Вы ее критикуете?» Я говорю, конечно, еще как. «Но вы ее любите?» Я говорю, больше всех на свете. «Ну, только видите, вот и Господь может так видеть ваши грехи, но прощает вам, как вы и свои дочки. А кто у вас были предки?» «Ой, я говорю, у меня предки с двух сторон, от мамы, от папы. Все священники. На сто лет назад я говорю, митрополит, отец Николай Горностаев в 1802 году возглавлял этот собор Бориса и Глеба в Рязани. Мои все предки Горностаев, все из Рязани. Он все это прослушал, он говорит, ну, что же вы удивляетесь, замолили, намолили, намоленные все. Намоленные. Намоленные. И я это слово первый раз услышала вообще. Я рот открыла от изумления. Я говорю, это имеет значение? Конечно. А вы же знаете, грехи отцов падут на детей. Так у вас все-таки предки-то священники. Грехи, наверное, уж не такие, как у простых смертных, меньше. Ну, вот интересно, что вы заговорили о духовности, о религии, о Боге. Вот я заметил, у вас тоже висит икона Казанской Богоматери. Ну, а как же. Вообще, вера в Бога, религия или духовность, какую она роль играет в искусстве, и конкретно в вашем искусстве, в вашей жизни? Какую роль сыграла религия? Для меня музыка – это тоже религия. То же самое. Она очень связана с этим. А как? Не будешь по-настоящему верить, не будешь так играть. А ведь те, которые играли, писали музыку гениальную, они были тоже верующими. То есть это некоторые даже сравнивают игру или процесс творения, как таинство, созидание, как некий акт общения с Богом, как прорыв в некую иную сферу. Да, я не берусь сказать это о 20-м столетии, хотя про Рахманинова я точно знаю, что это был глубоко верующий человек. Но, скажем, я не берусь это утверждать о Дмитрии Дмитриевича Шостаковича, о Сергея Сергеевича Прокофьева, о Игоре Федоровиче Островенском. Не берусь о них это говорить. Может быть, они не были верующими, а может быть, были. Не берусь сказать. Но то, что предыдущие столетия, конечно, связаны были с религией. А как представить себя неверующим Ветховена? Ну да. Ну и потом человек может быть глубоко духовным, не облекая это в религиозной форме, или даже не называя себе самому веру в Бога, как нечто, что его питает. Ну да, это очень... Человек может быть подключен к источнику, но не осознавать этого факта подключения. Просто мы видим ту музыку, которая исходит из людей, которые... У нас есть в музыке Бог-Отец Бах. Ну это совершенно для всех ясно, музыкантов, конечно. Хотя никого ни к чему обязывать не надо, но в принципе музыка для меня, конечно, связана с религией. Это та же религия, в общем, музыка. Вы могли назвать, например, молитвой игру вдохновленную? Ну, конечно. А вот Слава Ростропович замечательно говорил о том, что когда он выходит на сцену играть, то процесс его игры в том, что он делится своей любовью к музыке. Это прекрасно сказано. Он, любя музыку, делится со слушателями, с этой любовью. Так вот, этой любовью мы тоже делимся, когда играем, и когда учим музыки. Я учу ученика, но как я его учу? Учу его любить музыку, как иначе. Я думаю, что это вещи связанные, конечно. Продолжение нашего разговора с Верой Горностаевой в нашей следующей передаче. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова